Говоря о качестве образования, хочется рассказать об одном из престижнейших образовательных учреждений Уральского региона, которое находится в городе Артёмовский. Лицей номер 21 вот уже на протяжении 18 лет принимает и выпускает детей Артёмовского района. Количество учащихся здесь ежегодно стабильное – около 300 человек. Сюда приходят учиться умники и умнички после начальных школ. Я не разочаровалась. Здесь хорошо учат, здесь программа более углублённая. Здесь лучше готовят к ЕГЭ, сюда пришла с шестого класса. Но принуждением это не было. Мы пришли в лицей в восьмом классе. Мы живём на Булнаше, но несмотря на расстояние, мы сюда приезжаем. Нам очень здесь нравится и здесь очень хорошо. Тут очень интересно, различные программы, концерты. Мы постоянно к чему-то готовимся. Тут очень увлекательно. Я хочу стать медиком, поступать в медицинскую академию. Я хочу стать учителем английского языка. И самые интересные мечты о будущем у лицеистов сбываются. А всё благодаря качеству получаемых знаний. Ведь когда мы начинали образовываться, вы если помните, это были 90-е годы. Это были очень сложные годы. И в такие годы кризисного плана вообще не образовывались новые учреждения. Ну, мы образовались. Мы сами не знали, что мы делаем поначалу. Хотя задачи были поставлены ясные, чёткие. Мы обязаны были наших детей готовить к поступлению в высшую школу. Готовить к тому, чтобы их социализация в новых экономических условиях проходила более успешно. А как это сделать, никому не было понятно. И вот в те далёкие 90-е годы мы взяли на вооружение профильное обучение, которое впоследствии по всей стране организовывалось. И оно оказалось верным и правильным шагом. В то время у нас было чётко три направления. Это физмат, физико-математическая, химико-биологическая, гуманитарная. И под это направление мы подбирали и педагогический коллектив, подбирали, ну, а дети приходили сами. И кто куда хотел, тот туда и определялся. И, наверное, вот именно это и послужило тому, что результаты, они с первых дней нашего существования были не низкие, а высокие. Сама образовательная среда, в которой и дети, и учителя, и все те условия, и моменты, которые создаются, они дали высокий положительный результат. Ведь у нас своеобразная образовательная среда. Своеобразность её заключается в том, что и дети-то приходят к нам с мотивированным научением, правильно? А это очень отличительный момент. И, конечно, очень много лидеров. Это непросто, они простые коллективы. И каждый хочет быть первым. О том, что каждый учащийся лицея хочет быть первым, стремиться к знаниям и высоким достижениям, стало известно всей Свердловской области. По итогам Министерства образования, лицей номер 21 Артёмовского городского округа занял первую строчку рейтинга по итогам ЕГЭ. Это уникально, потому что по математике мы лидируем среди всех лицеев и гимназий. По русскому языку мы на уровне с гимназиями и лицеями, но у нас первый уровень по лицеям. По предметам русский язык, математика, физика. По литературе мы вторые. По английскому языку, но это уже даже данные гимназий. То есть мы бы шли на уровень гимназий, где ведется углубленное преподавание предметов. Какие были бы выбраны предметы? У лицеев математика и физика, как ведущие у нас являются. У гимназий это прежде всего русский, литература, английский язык. И среди всех предметов лицеев и гимназий мы на высоте. Это слава и хвала не только нам, но и нашему городу. Потому что дети к нам приходят учиться, начиная с пятого класса. Понятно, что мы берем учеников школ города. И заслуга учителей города в этом, конечно, тоже есть. Переходя из обычных школ, дети уже настроены на упорный труд и получение знаний. Мы берем всех детей, которые успешно оканчивают начальную школу. И те, которые готовы к обучению углубленных предметов. Это немаловажно, потому что у нас в лице и в будущем мы берем предметы физика и математика. Но математика является основой преподавания нашего лицея. Хочу остановиться еще на том, что у нас все-таки небольшой город. И говорить, что мы пройдем мимо гуманитарных классов нет. Поэтому изначально была выбрана, ну, правильная, наверное, стратегия, что у нас три профиля классов. Это гуманитарный, где история и общество знания. Также английский, литература. Дальше химико-биологический, химия-биология. И физико-математический. Но в зависимости от спроса у нас получается, ну, варьирует. Желание у ребенка учиться и стремиться к результатам дальше во многом зависит от преподавателя. Поэтому стоит отметить преподавательский состав лицея, благодаря которому лицеисты учатся учиться. Нам, наверное, повезло изначально, когда создавался лицей, пришли самые лучшие и сильные, ну, умы, головы, светлые, учительского персонала, наверное, коллектива Артемовского городского округа. Поэтому, если я буду называть, то я могу называть практически весь коллектив. Каждый год у нас, ну, меняется в зависимости от того, кто готовит выпускные классы. Результаты у нас очень, как бы, ну, высокие и стабильные. Что такое? 26 человек имеют результаты учащихся выше 80%. А это очень высокий показатель. Кроме слова благодарности от своих выпускников я ничего не слышала. Первое, что они говорят, спасибо вам за то, что вы научили нас учиться. Вот, спасибо вам за то, что вы есть, что вы существуете в этом маленьком городе. Что благодаря именно вот той системе обучения, которая существует в лицее, они сумели получить те знания и достичь тех результатов, тех высот, которые они достигли. По сей день продолжают учиться и стремиться к знаниям нынешние ученики лицея. Так каждый год старшеклассники с большим интересом проводят день самоуправления, примеряя на себя роль учителей. Я, Станилевича Полина, вела урок английского языка. Мы готовились в течение двух недель. Нам помогали учителя наши. Дети у нас очень хорошие в лице. Они подготовились к своим урокам и отвечали на наши вопросы, и мы ставили хорошие оценки. Я вел урок алгебры у восьмых и девятых классов сегодня в лице. Как? Возвращение тебе? Мне понравилось. Это было, по-моему, познавательно и для меня, и для восьмых и девятых классов. Ученики относились очень хорошо, с пониманием, к первым опытам нашим. Они внимательно слушали, хорошо выполняли задания. Сегодня я была дублером-завучем и дублером учителя по английскому языку. Что ты делала? Как завуч? Как завуч? Я отвечала за расписание, за составление расписания, за его выполнение. Я отвечала за расписание звонков, следила, чтобы все это выполнялось. Это все очень тяжкая работа на самом деле. Сейчас вы поняли, почему учителя такие серьезные ходят. Да, правда, это очень тяжело, но, в общем-то, это очень интересно. Я сегодня в лицее был на месте директора. Это, на самом деле, очень ответственно. Я думал, будет все намного проще. Надо ходить и смотреть буквально за всеми. Если учителя только за детьми, за учителями, то я бегал за всеми, грубо говоря. Необходимо отметить, что ребята с особой ответственностью подошли к этому делу, понимая серьезность образовательного процесса. Если обучающие слова скажут в начале, в начале предложения, то у вас, кому остаются твои дочери, и то придут одновременно члены. Пробежала по лице и посмотрела, как ведутся уроки. Наши дублеры вообще молодчаги. Дисциплина везде. Информационные технологии используются практически в каждом классе. То есть, молодцы, урок удался. С таким рвением к знаниям ученики лицея в дальнейшем становятся конкурентноспособными при поступлении в высшее учебное заведение. Поступление практически стопроцентное. Если мы будем говорить о физико-математическом классе, мы знаем, что Свердловская область – это в основном та область, которая является основой технического образования. Поэтому поступление учащихся физико-математического класса в основном идет на бюджетной основе. На платной основе у нас поступает меньшее количество. Поступление естественно-научного класса практически так же на бюджетной основе. Это вузы, которые ведущие у нас. Это УРФУ, когда мы говорим, раньше это было УРГУ и УПИ. То есть, они выбирают. И класс гуманитарный – это тоже практически поступление, но есть часть детей, которые поступают на платно. Почему? Да потому что мы понимаем, что гуманитарное направление – это международная экономика, международные отношения, журналистика, психология. Они имеют минимальное количество бюджетных мест. Но наши дети, конечно же, поступают. Они конкурентно способны. Огромным плюсом в успехах и достижениях лицея номер 21 является его тесное сотрудничество с Уральским государственным университетом имени Горького. Практически те люди, которые выросли с нами, сейчас они кто стали? Бугров Дмитрий Витальевич – это первый проректор УРГУ. Те, кто нам читают – лучшие филологи, биологи – это деканы факультетов. Черняк – это профессора физического. То есть, то образование, которое даем. И на сегодняшний день мы единственный лицей в Свердловской области, который организовывает выездные сессии. И мы благодарим, конечно, наших партнеров. Это, хочется сказать отдельно, Галыгина Михаила Николаевича. Огромный ему привет и огромное спасибо. Это тот партнер надежный, качественный. Это те сотрудники управления образования, которые всегда с нами. Без этого бы мы не смогли. В области невозможно проводить такие сессии, а мы их проводим с преподавателями университета три раза в год. И они у нас выездные. Это по сегодняшний день, под 18 лет, это ноу-хау. Кстати, стабильным партнерством с одним высшим учебным заведением лицей не ограничился. Уже на протяжении многих лет он тесно сотрудничает с УРГУ и Лесотехнической академией. А в планах на будущее – развитие отношений и с другими вузами. И это еще не все. Лицей по-прежнему будет ставить определенные цели и с большим успехом достигать их. В этом году мы стали пилотной площадкой по ведению федеральных государственных стандартов второго поколения, начиная с пятого класса. Нам оказано то высокое доверие, когда мы вошли в 33 учреждения пилотные образовательные Свердловской области. Конечно, мы постараемся максимально реализовать, но и привнести что-то новое в образовательный процесс. Затем, мы, конечно же, являлись базовой площадкой. И сейчас у нас главная тема – это профильное образование в малом городе на основе кластерного подхода. И ясно, что вот эту идею мы, конечно же, будем реализовывать.